Всем привет, друзья! С вами ваш Мангуст, и сегодня у нас новая РПшечка по Ситикар Драйвинг. Нахожусь я сейчас в деревне, приехал навестить дедушку с бабушкой, и дед мне сегодня выдает вообще такую новость. Оказывается, у него есть старый гараж, о котором он давно забыл, там даже какая-то машина должна быть, ну, советская. Он еще давно-давно и когда-то занимался, ездил на ней, пытался ее восстановить, но, в общем, так и забросил, потому что там автобаза его разрушилась, в общем, запчасти неоткуда брать, у него осталась всего Волга, да, поэтому он забил на эту тачку, в общем, посмотрим, ребят. Он мне отдал ключи, и сейчас мы едем в город, посмотрим вообще, что там за тачка. Ну, а поедем мы сегодня, ребят, внучек вот так вот разбогател, ездит на вот такой вот красотке BMW X5M, это новый, я так понимаю, кузов, вот, реально прям новый, офигенно очень смотрится. Ну, вот я так посмотрел, единственное, что вот фары мне задние, как-то вот этот скос, вот в конце вот такой вот треугольник, видите, вот тут вот, как-то вот не особо меня порадовал, ну, а так смотрится вообще офигенно, салон просто бомбический, стоит эта тачка просто нереальных денег, звучит она офигенно, вот, мне еще нравится в фарах вот эта вставочка такая, видите, синенькая такая, очень прикольно смотрится. Так что, друзья, мы сейчас покатаемся и увидим еще, что все-таки дедушка хранит в своем гараже. Обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии, как вы думаете, что там будет за тачка, ну и, конечно же, предлагайте свои варианты для новеньких рпшечек по City Car Driving, знаю, вы их любите, оцениваете, вот, смотрите, поэтому, ребят, приятного всем просмотра. Кстати, огромное спасибо Хайзенбергу за предоставленные моды, можете посмотреть, ссылочка там на его группу ВК будет в описании, делает вообще реально годные моды, просто вообще офигенный автор модов по City Car Driving. Ну что, давайте, ребятки, начинать. Кстати, в эту серию попали вот эти вот ребята, так что пишите самые топовые комментарии и старайтесь еще лайкать других, других, кто написал лайки, других, кто написал комментарии. Чем больше у них лайков, тем, как бы, им больше шансов попасть. Ну что, давайте заводим нашу тачку. Блин, офигенный звук, просто очень офигенно звучит. А посмотрите на этот классный салон, вообще великолепный. Какие у нас ковши мега удобные, бежевая кожа, наверное, мягкая, приятная на ощупь, в которых сидеть дико удобно. Потолок, панорамная крыша, ну это вообще, ребят, полный фарш-тачка, офигенная, на которой просто дико удобно перемещаться. Единственное, конечно, внуку надо еще затонировать ее, да, вот так вот. Ну хотя бы полусферу сделать, но, конечно, боковые и передние тоже желательно. Лабаш, конечно, ни в коем случае тонировать нельзя, потому что и так ни хрена не видно. Но тонировочка, конечно, этой тачке реально не помешает. Ну что, давайте, ребята, я уже за рулем. Так, драйв стоял. Поехали. Дед мне, в принципе, уже указал навигатор, куда ехать. Ну что, посмотрим на эту малышку. Ну, ускорение, конечно, очень бодрое. Так, вылетаем на трассу. Блин, АБС вообще срабатывает безумно. Так, направо, забыл поворотничек включить, ну и ладно. На БМВ, простительно. Ну что, давайте, ребят. Блин, что-то тяжело ее поймать. Давайте ускоримся, посмотрим вообще, что она может. Так, у нас тут небольшая горочка. Кстати, смотрите, даже особо не подпрыгнули. Замечательно. И там уже 200. 200 километров в час сейчас было. Куда я так топлю, вы че? Я потом тачку не удержу. Офигенный. Не, на самом деле, управляемость у этой машины дикая. Дико, офигенно. Просто едет как по рельсам, вот на самом деле. Едет как по рельсам, но на такой скорости управлять машиной очень тяжко. Кстати, мы подъехали к этому знаменитому перекрестку. Перекресток баранов, короче, каких-то. Потому что тут никто не умеет ездить. И никто не хочет ездить, поэтому тут лучше сразу проскочить первому. И ты че там на Opel? Ты офигел совсем, что ли? Рамсы попутал? Пугнем его немножко. На! На! Сигналит он мне там. На, блин. Смотри по зеркалам, когда перестраиваешься. Нашел кого подрезать. Вообще чумели просто. Так. Ну че, нам сейчас направо. Готовлюсь к оперской езде. Вы же просили, там оперскую езду надо. Надо немножечко так, там же нужно всех так это наказывать. Вот. Ну ничего. Ладно. На этой BMW наказывать на самом деле опасно. Потому что она стоит, блин, как хата в Москве. Поэтому. Любая царапина на этой BMW, это как серпом по одному месту. Поэтому, ну нафиг. Будем ездить аккуратно. Конечно, от дураков, конечно, защиты нет. В любой момент могут подрезать. Мы, кстати, въехали. Почему, кстати, по этой дороге я поехал? Потому что у меня вроде внедорожник, паркетник такой, да. BMW, джип. Я не знаю, джипом, наверное, не назовешь. Но такой городской паркетник. Гоночный городской паркетник, в принципе. И вот по таким местам, по такому проселочным таким дорогам, мне кажется, он идеально вообще подходит. Поездить. Ну, BMW, X5M, да, по проселочным дорогам, конечно, идеально подходит. Ну, да ладно. Проехали и ладно. Выезжаем мы с вами на дорогу в город. Мы, кстати, где-то проехали. Я не пойму реально, где мы сейчас находимся. Но знак город я вижу. Подожди, а мы что, просто тупо объехали, что ли? А, так это... Так это можно было по прямой проехать, и мы здесь оказались. Непонятно. Непонятно. Ну, да ладно, что. Светофор у нас, кстати, здесь не работает почему-то. Моргает желтым. Так, поехали, поехали, поехали. У нас, уступи дорогу, но ничего страшного. Я-то... Ё-моё, посмотрите, что здесь творится. Просто вы гляньте на это. Тут какая-то вакханалия. Ну, понятно, Гелендваген первый проехал. Там вон ещё один гелик. Мы, походу, будем стоять здесь до второго... О, они... Они что, полицейского везут? Вы видели? Киньте таймкодик, реально, походу, там полицейского везут. А может быть, это... Ну, нет, когда на учебная машина, то как бы она же это... Должна обозначаться как-то. Так, ну чё, ребят, я как бы стоять не хочу. Вот. И я так... Так, Лексус пропускаем сейчас. Проедет он, нет? Будет проезжать? Лексус, давай. Так, я, походу, создал тут какую-то ситуацию. Такую не очень удобную для всех. И я так понял, что эту ситуацию я создал не про... Так, девушка на БМВ тут немножко растерялась. Мне вот сюда вот. Ну всё, нормально. Проехали. Да, я, конечно, тут немного всех подставил. Своим перемещением. А тут у нас какое-то ДТП. Офигенно. Кстати, я первый раз такое ДТП вижу. Именно чтобы тачка развернулась. Обычно они в жопу впиндюхиваются. И всё. А тут, смотрите, тут аж машина перевернулась. Ну, наверное, как всегда, на шестёрке, наверное, перестраивался в бумер. Подставлял. Подставщик какой-то. Так, едем дальше, ребят, по городу. Как вы думаете, что же всё-таки там дед мне оставил? Ну, так сказать, в наследство. Что он мне, дедушка, оставил? Какую машину в гараже вы увидите? Вот. Но я думаю, что что-то такое... Что-то такое старое советское. Может быть, какой-нибудь газон 69-й. Почему нет? ГАЗ-69. Вполне себе машинка. Так, не налево. Что-то BMW не включает поворотник. Это нормально вообще, платный. Так, ну что, ускоряемся. Какой звук? Сразу сотка, да? Там, блин! Не успеваешь, короче, на газ нажать, а у тебя сразу сотка. Вот это... Я вообще не представляю вот это ускорение. Там за 2,8 секунды. Вы посмотрите. 2,8 секунды до 100. У меня королла до 100 разгоняется за 12,8, наверное. И то, если туда 95-го влить или 98-го. И так хорошо прокочегалит, потому что у меня такой пенсионерский режим вождения. Ничего себе тут пендюхались три машины. Пенсионерский режим вождения, мне кажется, королла уже моя не готова к таким ускорениям. Там, подожди, там, одышка такая еще. Вот, поэтому я даже не представляю, что такое 2,8 до 100. Это я не знаю. Мне нравится, как Давидович потом сказал про Авинтадор или что, или про этот, как его, Хуракан Перфоманта, да, когда тормозишь, типа, как там, яйца в небо или что-то такое, типа. Офигенное торможение после такого ускорения, ты просто вылетаешь, грубо говоря. Так, ну что, поворотничек направо, аккуратно выезжаем. На самом деле машину жалко. Машину неохота подставлять, там, под какие-то, под какие-то ненужные, там, маневры. Так, вот по прямой, вот здесь я вижу, можно ускориться, да, но опять же, может перестроиться автобус. Но я это вроде все учел, но вот, допустим, здесь, ну все, здесь можно ускорение. Все, достаточно, достаточно нам, потому что нужно с вами сейчас налево уйти. А мы можем здесь налево уйти? Я что-то не понял, подождите. А, нам дальше ехать. Ну, кстати, все правильно, значит, я перестроился. Так, здесь мы с вами уходим налево. Почему-то ребята поворотник не включают. Попьем. Кстати, угадайте, что у меня сегодня? В стаканчике. Кстати, никто не угадает. Сто продово. Я дам небольшой намек. Этот напиток можно сделать самому. Да, этот напиток можно сделать самому, конечно, если у тебя есть всего один ингредиент. Ну, вода... Не, хотя не-не-не, вода не нужна. Не-не-не, стоп-стоп-стоп. Это я сейчас вас запутаю. Вода не нужна. Вам просто нужен один ингредиент и, естественно, соковыжималка. Все. Ну, я думаю, многие догадаются. Просто сейчас лето, все дела, овощи начинают созрывать, поэтому переходим на экологически чистые продукты. Кока-колу хватит пить, а то уже что-то это поднадоело немножко. А то я все кока-колу, кока-колу. Так, ну что. Мы подъезжаем уже к нашему месту назначению. Самое время, ребята. Кто еще не поставил лайк, обязательно ставь. И кто еще не написал комментарий, как ты думаешь, что же там все-таки у нас находится. Люди вообще жить не хотят здесь, в этой игре. Просто бегают. Я не знаю, куда они бегут вообще. Зачем они бегут? Куда они бегут? Непонятно. Но мы подъехали к гаражам. Так, сейчас мы с вами заедем сюда. Припаркуемся куда-нибудь. Ну, вот сюда, чтобы не мешать. Ну, или... Не знаю. Ну, давайте вот сюда поставим. Ёлы-палы. Давайте вот сюда поставим. Вот, чтобы никому не мешать. И так, паркинг. Глушим. Свет. Ну, ручничок на всякий случай поставим. Ну что, друзья, пойдемте смотреть, что же там вообще. Надо сначала гараж найти, конечно. Что же дед нам оставил. Вот. Ну, я думаю, что это что-то советское. Ребята, это просто какой-то пипец. Вы посмотрите, что дед оставил в своем гараже. Оказывается, у него вот тут вот крайний гараж прям на дороге был. Я заколебался подбирать ключи. Дед уже не помнил, какой гараж. Поэтому я вот так чисто-чисто пробовал ключи, какие подойдут. И все-таки подошло. Вы посмотрите. Ребят, это шаха. Хер его пойми, какого года. Просто офигенно. Тут уже молодежь, походу, разукрасила ее. Видите, боевые раны. Ранен, но не убит. Видимо, дед ее во дворе оставлял. Тут уже как-то ее успели местные ребятня просто как-то разукрасить. Как сумели. Тут, походу, дед на разборке крыло покупал. Тысяча пятьдесят рублей еще мелом написано. Просто офигеть. Молдинги порваны. Я не знаю, тут диски все какие-то непонятные. Бамперов нет. Жесть. Но московские номера. 484, ребят. Зеркальный номер. Хое. В принципе, нормально. Просто шестерочка. Офигеть. Вы посмотрите. Не, ну салончик, кстати, нормальный. Вот по салону, да, ничего не скажешь. Дед все-таки ухаживал. Вот, нормально, смотрите. Все, салончик будет. Давайте проверим вообще техническое состояние. Как вообще машина, ну, себя поведет там, да? Посмотрим, давайте. Заведется ли она вообще нейтралочка? Так, подождите. Нейтралка. Да давай, давай. Все, нейтралочка. Все. Слышите? Все, нормально. Нейтралочка пошла. Ну что, пробуем заводить? Ну так вот, попробуй. Аккумулятор в него подсел немножко. Давай, подсосик немножко. Подсосик как там. Блин. Ну давай, родная, ну ты не подводи. О, схватилось. Схватилось нормально. Проверяем свет. Слушайте, свет есть дальний. И дальний есть. Нормально так. Так, на габаритах поедем. Аккумулятор, потому что не заряжен. Давайте проверим, как коробочка у нас включается. Ручничок. Вообще, ручник держит хоть? Ну понятно, ребят. Как на всех русских машинах, какой нахер ручник? Ручник вообще ни капли не держит. Поворотников нет у нас индикации. А в реальности, ну да, в реальности работает. Это, это, хотя бы это радует. То есть, гудок есть. То есть, как бы. Блин, немножко, немножко я подзаглох. Так, все нормально. Все более-менее работает. Ну что, друзья, поехали. Немножко прокатимся на дедовой шахе. Так, свет, что со светом? О, намаз. Блин, тут даже сидишь как-то не так, как, не так, как BMW. Куда, куда, куда топим? Куда, малой, ты че? Не, 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 больше трех тысяч не даем. Нахер, мы не знаем, что тут с движком сейчас развалимся. Так, едем дальше. Девушки ходят. Семерочка. Современная модель. Две бабушки одинаковые. Так. Ну что, вылетаем. Воу. Воу, немножко, немножко пошдал угла. Нормально. Ну все, 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 все. Хватит, 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 хватит кочегарить. Четвертая, пятая есть? Не, все, четырехступка. Четырехступка нормальная. Как у меня шаха была, кстати. У меня тоже четырехступенчатая была, надежная вообще. Руль, кстати, мягенько крутился. Только руль у меня уже такой современный был. Ребят, я предлагаю такое. Я предлагаю потом эту шестерочку сделать. Как вы смотрите на это? Чтобы ее отремонтировать, давайте ее в сервис свозим реально и отремонтируем. Как вы на это смотрите? Обязательно давайте оцените. Ну, я пойму, как вы на это смотрите вашими лайками. Поэтому, ребят, давайте постараемся набрать на этом видео. Ну, ну две тысячи лайков давайте. Я много не буду просить, потому что мне самому охота сделать эту серию. Поэтому много просить не буду. Две тысячи лайков, но вы постарайтесь, ребята, реально вот проставить. То есть, каждый, каждый. Вот сейчас очень важно. Постараюсь достучаться до каждого. Так, так, почему он поехал? А он направо, типа? Ну, мы тоже тогда направо. Постараюсь достучаться до каждого. Вашего, так сказать, сердца. Обязательно поставь лайк. Тем более, он бесплатный на ютубе. Денег за это не берут. Ставь лайкос, это все бесплатно. Мне будет очень приятно. Мотивация, подвеска, зашибись. Вот, обязательно пиши комментарии, если хочешь попасть в следующий ролик. Ну, или просто общаться, потому что я стараюсь на все комментарии отвечать. И подпишись обязательно на канал, чтобы не пропустить новые серии. И всем пока-пока. С вами был ваш Мангуст. До скорых встреч. Машина огонь, вообще. Просто огонь.